здрасте всех кто смотрит эту рубрику в пятницу поздравляю с окончанием рабочей недели трудовые будни финишировали в начале рубрики коротко о главном главный по-прежнему путин вот теперь начинаем в прошлом выпуске рубрики я просил оставить в комментариях мнение что делать и как разрешить ту ситуацию когда подростки стайками тусят без дела в торговых центрах и этим причиняют определенный дискомфорт некоторым и вот что в контакте у нас написали предлагаю один раз провести резонансную порку одного из таких малолеток вместе с его родителями и прогнать это все по коап со статьей хулиганство а также еще включить статьи по распитию спиртных напитков в общественном месте и курению в общественном месте родителям тире совокупность штрафов по всем статьям общественности тире освещение всего этого процесса в сми родители остальных уже задумывается над воспитанием сурово радикальный вариант сейчас к людям надо помягче а на вопросы смотреть шерше сотрудники нашего краеведческого музея отметились в комментах скоро потеплеет и опять на крыльце троицкого собора будет большая тусня и нашим дорогим кдн одн наплевать на массовые противоправные действия несовершеннолетних и порчу муниципальной собственности 10 лет назад в отделе по защите прав детей кдн работала два человека сейчас 13 человек теперь пора горожан защищать от детей защищайтесь сударь ну а теперь взгляд с той стороны баррикад далее в обсуждении появилось мнение молодежи читаю тогда уважаемое управление города и все нежестоящие задумайтесь о местах для сбора и как вы говорите туз молодежи вас не устраивает что мы либо в мега эрмаке либо на соборе но посмотрите сами сколько всего для детей есть площадки кружки игровые комнаты и т.д. а что есть для подростков ничего хотя бы элементарные кафе и тому подобное мы выходим гулять а гулять негде прислушайтесь а не наезжайте на нас и наших родителей ну что сказать грамотная аргументированная позиция вот сейчас попрошу всех кто посмотрел эту рубрику в комментариях отметиться и написать если в городе какие-то места клубы секции короче учреждения дополнительного образования где подростки могут с пользой и бесплатно провести свое свободное время направить свою энергию в правильное русло получить хорошие знания и умения лучше всех я умею переводить деньги в офшоры мне вот серьезно если вы на самом деле знаете такие места и людей которые сеют разумное доброе вечное на подкорку головного мозга юных поколений то напишите нам поделитесь с нами этой информацией мы возможно даже сюжет снимем об этом сменим тему но уходящей неделе в сообществах соль тв вконтакте одноклассниках стартовал конкурс задание продолжить фразу каждый соликамец знает что вариантов уже много и знаете очень приятно видеть в комментариях какие-то теплые слова в наши адресы упоминания телекомпании соль тв мы ценим поддержку наших телезрителей мы все верим в вас уважаем ваш взгляд на жизнь ваши увлечения даже если они и отличаются от наших ваш выбор своего жизненного пути также комментарии оставляли у нас в ютубе и вконтакте под материалом где мы с рулеткой ездили искали большие ямы на дорогах города по мнению вот этого телезрителя в северной части города дороги намного лучше а на юг города просто-напросто забили вот мнение с четырьмя лайками и ямы от счастливого пути до айсберга хотя дорогу в прошлом году делали на черной сделали дорогу в прошлом году любо посмотреть а там лесовоз каждый час ездит и все в норме ну и еще коммент где бы не ехал везде как после бомбежки весна на улице вроде бы настроение шепчет в предвкушении лета а нет все омрачает обстановка на дорогах это ж никаких нервов не хватит если после каждой дорожной ямки или выбоины приунывать теперь обратим внимание на красное в нашу редакцию позвонили и сообщили что по адресу набережная 6 что-то горит к нашему приезду пожарные уже сделали свое дело и собирались уезжать мы с оператором погуляли возле здания он снимал на камеру а я вел трансляцию в контакте пообщались с детишками и местными и так поняли что проблема зреет в пустые помещения бывшего медучилища проникнуть может кто угодно и что угодно там он может сотворить в группе соль тв вконтакте это обсуждалось кошмар во что превратили здание отдали его городу говори для погорельцев и еще можно провести реконструкцию здания и сколько семей переселить из аварийного жилья этому человеку ответили реконструкция выйдет дороже новой постройки ну да мне кажется что изначально там первый этаж не был заточен под проживание делать там сейчас что-то наподобие коммунальные квартиры это прошлый век и не камильфо в соцсетях в тот же день также обсуждали это разгромленное помещение 15 лайков у коммента куда город катится скоро все разрушат разнесут подожгут неужели нельзя помещение для благих целей использовать кстати да вполне можно там вот в том здании организовать на первом этаже для подростков клуб по интересам тренажеры поставить настольные игры организовать разные игровые приставки туда притащить фотостудию пускай ребятня попробует там организовать самостоятельно ну или уголок видеоблогера обустроить и можно и назвать этот клуб юность ставьте лайк если вам эта идея понравилась ну или в комментариях плюсик напишите и еще один из комментов насчет набережной 6 здесь сейчас маневренное жилье ну видимо на других этажах и я здесь живу и это кошмар какой-то сами же люди которые тут живут и поганят его как вам не стыдно в городскую администрацию запрос написали о судьбе этого помещения и надеемся получить ответы ну и напоследок покажем вам видео из боровска вчера в четверг прям водовор дома по северной ну где бисмарк находится снег с крыши сошел и вроде даже повредил чего-то вот тут советую глянуть сюжет моей коллеги евгении от 13 марта этого года она там подробно рассказала что делать в таких ситуациях и куда звонить ну и как виктор цой пел следи за собой будь осторожен теперь точно все подписывайтесь на наш instagram sol.tv не болейте и видите себя хорошо и не стесняйтесь оставлять мнение под нашими сюжетами только по делу до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok